Физкульт привет, друзья! Сегодня разберем с вами пошагово, как начать и успешно продолжить тренировки в любом возрасте. На конкретном примере моей ученицы Людмилы, которой ни много ни мало 60. Кто-то в этом возрасте уже спивается, списывает себя, а кто-то только начинает жить. Жить свободно, по полной. Таких примеров у меня много. Особенно, когда женщины выходят на пенсию, не зная, чем занять свое свободное время. Неожиданно свалившиеся на голову. Начинают посещать фитнес-центры и успешно втягиваются в тренировки с отягощениями. В истории мирового бодибилдинга есть невероятные примеры, когда люди выходили на пенсию и даже выступали на Олимпии. Самое главное, в любом возрасте, проверить себя у врача. Если вы, конечно, раньше этого никогда не делали, так уж тем более. Перед тем, как начать выполнять те или иные упражнения, а с дополнительными отягощениями, так и подавно. Лучше четко знать и понимать, что тебя можно, что тебе нельзя, а на что следует обращать особое внимание. Но об этом у меня есть отдельные видео и статьи. Кстати, в любом возрасте лучше всего начинать тренировки с изотоном Виктора Николаевича Силуянова, которые безопасно, безболезненно и довольно-таки хорошо введут вас в мир тренировок. Людмила никогда раньше не занималась в тренажерном зале именно с отягощениями. И наша основная цель была научиться основным упражнениям. Да-да, друзья, и здесь мы тоже начинаем с базового квадранта. Приседаний, становой тяги, подтягиваний и отжиманий от брусьев, либо просто отжиманий. Как вы успели заметить, и в 60 лет, и в 20 лучшие упражнения одни и те же. Мы начинали разучивать технику приседаний с работы без каких-либо отягощений. И было достаточно веса собственного тела. Люда проявила себя очень хорошо, на зависть многим в два раза моложе ее людям, как женского, так и мужского пола. В день приседаний у нас были еще отжимания, когда руки за спиной упираются по неподвижную опору, а ноги на полу выполняются отжимания. Это была первая тренировка из двух, занимались мы два раза в неделю. Вторая тренировка состояла, как вы уже догадались, из разучивания техники становой тяги с грифом в 5-10 килограмм и подтягиваний с ногами на полу. Обе тренировки начинались с экстензий и заканчивались гиперэкстензиями. Это закон. Через буквально полтора-два месяца Люда уже хорошо справлялась с техникой, и мы потихонечку подвели ее к приседаниям с олимпийским грифом на 8-10 повторений в трех подходах, постепенно доведя их до пяти. И начинали также с трех рабочих подходов в отжиманиях, доводя их до пяти с максимально возможным количеством повторений. В становых тягах работали уже с грифом и дополнительными дисками, пусть и довольно легкими, каждый в 10 лб, на уверенных 10-12 повторений в одном подходе. Подтягивания, как вы все прекрасно знаете, самое сложное и трудное упражнение, но и здесь Люда показывала хороший прогресс. Еще через месяц мы добавили к тренировкам одно упражнение на икроножные мышцы, в одну тренировку выполняя подъемы на носки сидя, а в другую стоя. Начинали также с трех рабочих подходов и доведя их до пяти. Количество повторений от 10 до 20, чередуя их от тренировки к тренировке. Через 4 месяца мы добавили еще по одному упражнению в каждую из двух тренировок. В день приседаний это была румынская становая тяга, в которой Люда проявила себя лучше всех моих учеников за более чем 15 лет тренерской деятельности. А в день тяги это были сгибания ног лежа. Стартовав с уже знакомых нам трех рабочих подходов и довели их до четырех. Вот так выглядели две стандартные тренировки, прогрессируя в которых вы уже будете получать в десятки раз больше пользы в плане внешнего вида и здоровья, чем те, которые вам предлагаются практически в 100 случаях тренерами в фитнес-центрах. Итак, понедельник. Общая разминка плюс экстензии. Приседания. Румынская тяга. Брусья. Голень. Гиперэкстензии. В четверг. Общая разминка плюс экстензии. Становая тяга. Сгибание ног лежа. Подтягивание. Голень. Гиперэкстензии. Естественно, был сделан упор на правильное питание. Дальше мы пару месяцев занимались три раза в неделю. И тренировки приобрели следующий характер. В понедельник. Общая разминка плюс экстензии. Приседания. Румынка. Сгибание ног лежа. Голень. Гиперэкстензии. Среда. Общая разминка плюс экстензии с разведением гантелей в стороны. Подтягивание. Брусья. Отведение в стороны. Гиперэкстензии. И в пятницу. Общая разминка плюс экстензии. Становая тяга. Сгибание ног сидя или стоя. Жим ногами. Голень. Гиперэкстензии. 60 лет, друзья, для тех, кому сейчас 15-20, запредельно большой возраст. Но поверьте, все в жизни относительно. И вы обязательно это, пусть и со временем, прочувствуете сами. На каждом из новых десятков прожитых лет. А вот как вы при этом будете себя чувствовать, выглядеть, целиком и полностью зависит только от вас. От вашей активности. От того, как вы относитесь к питанию. Как вы относитесь к восстановлению и отдыху. Не откладывайте тренировки и питание на потом. Потом может и не наступить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.